Итак, друзья мои, продолжаем наш бизнес-канал, ежедневный двухчасовой бизнес-канал. Сейчас время бизнес-класса. Тема сегодняшнего эфира такая. Умный калькулятор, об этом мы сегодня говорим. Название это пока в кавычках, поэтому мы можем его расшифровывать. Кто же поможет разобраться в сложных финансовых услугах и расскажет, как на них сэкономить. Представлю гостей. Сегодня в студии бизнес-класса Григорий Овсипян и Тимур Джуманиязов, основатели проекта «Маниматика». Григорий, добрый день. Добрый день. Тимур, добрый день. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, и вам я напомню на всякий случай. Телефон студии 651099,6, код города 495, сайт компании finam.fm. Можете к нам присоединиться, задать свои вопросы, поделиться собственными мыслями. И очень мне хотелось бы услышать от вас, если у кого-то есть опыт сотрудничества, опыт пользования или использования этой услуги. Вот проект моих сегодняшних гостей по названию «Маниматика». Поэтому милости просим, звоните, пишите, делитесь собственными мыслями. Начинаем наш разговор. И по традиции я, если позволить, уважаемые гости, все же несколько не по теме вам задам вопрос. Только что с моими коллегами в сухом остатке мы обсуждали ситуацию на финансовых рынках. В частности, говорили о том, что тревожит умы, по крайней мере, весь год уже нынешний, 14-й год, тревожит умы наших сограждан. Россиян, и наши наверняка в том числе. Это ситуация с отечественной валютой. Вот она то падала, падала. Сегодня она агрессивно укрепляется. Кто-то опять побежал в обменник, не дай бог, да, потому что вот до этого он бежал туда продавать. Рубли сейчас надо срочно покупать. Мое мнение, бегать никуда не надо, конечно же. Но мнение ваше мне интересно. Григорий, скажите, пожалуйста, ну, как вы, во-первых, к этому относитесь? Насколько тревожат вас эти постоянно меняющие циферки, да, на окошках обменников? Ну, я бы не сказал, что это меня не тревожит вообще. В какой-то степени, конечно, тревожит, но я скорее не отношусь к числу тех людей, которые склонны к панике в таких ситуациях. Да, я предпочитаю немножко выждать, да, посмотреть, что из этого получится, что будет. По крайней мере, по себе точно скажу, что никогда не побежал бы в обменник, там, срочно менять туда или обратно, да, Форекс и все похожие развлечения немножко не по мне, да. То есть я, конечно, человек азартный, но не до такой степени. Понятно. Понятно. Тимур, ваше мнение? Ну, меня тоже не особо пугает. Здесь у нас, к сожалению, страна и общество такое сложилось, что слухи порождают панику. Да. Сами себе создаем лавину, усиливаем его, а потом оказывается, что если бы не создавали, то все нормально было бы. Сами же по этому поводу переживаем, да? Да, да, да. Курс уже добежал до 35 рублей, хотя буквально месяц назад, по-моему, 32 рубля было, да. И достаточно часто мне приходилось, задавали вопросы, вот, ты занимаешься таким проектом, ты входишь в финансовый рынок, образование и так далее. И что будет с рублем? Я говорю, все будет хорошо. Уже рубль 35, уже, я думаю, что рубль перепродан, да, и когда перестанут бежать в обменные центры, менять свои там доллары на рубли, и все нормально. Лавину эту создавать, да, 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 надо просто остановить лавину. Опять говорю, много, много уже примеров есть в истории России, когда вроде постепенно начиналось, и вот преобразовывалась лавина. А потом вспомните, в 2008 году курс резко упал, а как только паника прошла, он восстанавливаться начал, да, и то же самое было раньше по истории. Но, к сожалению, история нас научила бесконтрольными обвалами рубля, там, еще постсоветского и в ранней российской истории. И, к сожалению, это создает вот такие вот лавины. Я понял, я понял, спасибо. А вам, как бизнесмену, кстати, да, как бизнесменам, Григорий, вот эта волатильность, как принято говорить, ну, изменение валютного курса такой резкой, она мешает? Нет, в связи с тем, что мы работаем на российском рынке, но все взаиморасчеты в рублях, да, поэтому и зарплаты, соответственно, тоже рублевые, поэтому курсы валют, они там особо не влияют. Никаких иностранных контрагентов у вас нет, да, поставщиков? На данный момент нет, на данный момент нет. Мы надеемся, что они со временем тоже случатся, да. Когда стабилизируется курс рубля. Когда стабилизируется курс. Ну, в любом случае, вся эта ситуация, как обычно, из нее выходит порядочное количество миллионеров у нас в стране, да, традиционно. Кто умеет, да, это делать. Тех, кто умеет, да, и азартен, и умен, и, главное, обладает необходимой инсайдерской информацией. Вот, 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 да. Квалификацией обладает, информацией, технологиями, а все остальные, конечно... Эти ребята успевают вовремя выйти с хорошими барышами, да, мы пока, к сожалению, такой информации не обладаем, но вдруг когда-нибудь... Ну, и бог с ним, да, я даже особо и сожалеть по этому поводу не буду, потому что мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. Они занимаются своим, ну, удачно, неудачно, это уж дело десятое. Поэтому давайте говорить о том, чем занимаетесь вы. Итак, проект Маниматика. Маниматика. Математику, то есть я так перевожу... Денежная математика. Денежная какая-то, да, математика. Расскажите, что это такое. Собственно, название компании, оно и возникло, исходя из того, что нашей основной задачей было сделать хороший пользовательский сервис, который будет помогать им экономить свои деньги. То есть считать их правильно, это слово математика, да, ну и, соответственно, экономить деньги. Поэтому так и родилось название нашей компании Маниматика. Здорово. Ну, понятное дело, что мы еще смотрели, чтобы там были доступны домены на всех, во всех зонах, в российской, в комовской там и так далее, да. Вот. Ну и плюс там это все обсуждалось тоже с креативщиками для того, чтобы изобрести хороший, хороший логотип, фирменный стиль, да. И, собственно, даже наш значок символизирует вот эту вот, собственно, суть сравнения, на нем знаки больше и меньше. Вот. Собственно, мы считаем, что нам удалось сделать такой инструмент для конечных потребителей, и мы помогаем разобраться людям в том, в чем они обычно никогда не разбираются. Или у них не было случая, или им просто не хватило терпения или какой-то там усидчивости для того, чтобы разобраться в сложных финансовых продуктах. Мы эту работу сделали для них. А, кстати, вот они не имеют терпения, например, да, или не имеют квалификации, желания, времени, они не могут с этим разобраться, Тимур. Они что обычно делают? Закрывают этот ресурс и говорят, ну и тогда и... Давайте, примерно, проводили мы в начале нашего бизнеса фокус-группу, да, там как раз там тематика была страховка КАСКО. Страховку КАСКО продает десятки компаний. Но, во-первых, как оказалось, что мало кто знает, что один только Инго Страх продает десять разных видов КАСКО. Задаем клиентам вопрос, окей, хорошо, какой у вас пакет? Самый популярный ответ, у меня пакет полный фарш. Или у меня программа Инго Страх. Инго Страх, да. Потом начинаем узнавать, окей, хорошо, что есть в этом пакете? Оказывается, что там абсолютно минимальный набор КАСКО. Вот как раз-таки ответ на ваш вопрос, насколько люди не заморачиваются, да, и опять, к сожалению, рынок такой, что потом придется платить за то, что ты не заморачивался. Совершенно верно, совершенно верно. Григорий, давайте поподробнее уже, собственно, как выглядит подробнее ваш проект, какие услуги. Ну, скажем так, наш проект — это набор умных калькуляторов, которые там рассчитаны на все случаи жизни, который устроен, скажем так, в близком для понимания простого, обычно совершенно пользователя, обывателя интерфейса. Ну, то есть, представим себе ситуацию. Вот у вас есть автомобиль, вам нужно его застраховать. Вам необходимо рассчитать стоимость полиса КАСКО. Вот. Если вы начнете самостоятельно проводить изыскания, ходить по сайтам страховых компаний, считать на их калькуляторах, вот, потом выписывать на бумажку цены, сравнивать их, сравнивать состав продукции. Затяжной процесс. Это крайне затяжной процесс. Более того, с вероятностью близких к 100% вы в нем не преуспеете, просто потому, что интерфейсы всех этих калькуляторов разные, первоначальные данные, которые необходимо в них нести, тоже отличаются, и просто вы банально не всегда будете готовы синхронизировать правильно тот входной набор параметров, который вам необходим для того, чтобы сравнить. Что мы сделали? Мы сделали интерфейс, который собирает данный пользователь, то есть все входные параметры, после чего у нас написан умный такой транслятор, который транслирует все эти параметры на языки запросов разных страховых компаний, далее верным запросом это все рассылается на сервера страховых компаний, там производится обсчет, вот, после чего нам возвращаются результаты, мы эти результаты обратно трансформируем в человека удобный… — Вид? — Вид, да, и, соответственно, даем возможность пользователю, а, внимательно ознакомиться с содержимым каждого продукта, сравнить цены с точностью до копейки и детализированно сравнить эти продукты по всем параметрам. — И после этого какой-то выбор уже сделать, да? — Да, и после этого уже сделать выбор, да, и, соответственно, если он это сделает… — Григорий, сейчас прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. — Григорий Авсипян и Тимур Джуманьязов, основатели проекта Маниматика. Ну и на эту тему, собственно, тему умного калькулятора мы сегодня беседуем в студии. Напомню, телефон этой самой студии 6510996, код города 495, и сайт компании финам.ФМ. Вам, уважаемые слушатели, я это напомнил для того, чтобы вы имели возможность к нам присоединиться. Звоните, пишите, задавайте вопросы, ну и поделитесь собственным опытом, если у кого-то есть такой опыт общения с Маниматикой. И, кстати, действительно, проблема. Вот сейчас вернемся к разговору. Григорий рассказывал, что для того, чтобы посчитать, да, страховку по КАСКО на примере, я так понимаю, там, много других примеров. Вот, это действительно вопрос неподъемный. Я, честно говоря, не имел опыта, к сожалению, пока, да, работать с вашим проектом. Обещаю исправиться. Вот, но всегда в этом случае прибегаю к специально обученному человеку, как говорит одна моя знакомая. Вот, этот человек, мы с ним достаточно давно, я уже несколько автомобилей таким образом, да, с его помощью страховал. Просто вот, в очередной раз необходимо это сделать. Я звоню и говорю, Оль, есть время завстрелиться мне на страховку. Все, она все посчитает, я знаю, причем не обязательно, в мою пользу она все это посчитает. И все, и я... Знаете, вот это святая уверенность. Слабо. Светая уверенность всех людей, которые говорят, что у меня есть знакомая девочка Оля, которая нам сделает просто все. Но она делает просто. Да, да, и самое главное, что клиент доволен, да, то есть вот счастливый клиент, это, конечно, важно, да. Но иногда, вот у нас есть на самом деле один товарищ, который, ну, достаточно хороший, наш близкий друг, который никогда не верил в то, что мы можем сделать предложение лучше, чем его какой-то агент, который все... Специально обученный человек. Да, специально обученный человек, он целый год не покупал на страховку. Мы ему говорили, слушай, ну, ты... Попробуй хотя бы. Имей совесть вообще, говорю, твои друзья сделали такую крутую штуку, а ты вообще... Не подерживай. Не, я не верю, у меня вот там агент там делает лучше всех, по лучшим условиям. В общем, в конце концов, когда мы ему посчитали, он понял, что там на страховке пятерки BMW он сэкономил 20 тысяч рублей. Ничего себе. Вот 20 тысяч рублей только на одном полисе каска, да, то есть с тех пор он уже там третий год... Он фактически стал нашим послом, бизнес у него вырос, он купил свою следующую машину, BMW X6. Страховка BMW X6 обошлась ему 85 тысяч рублей. С вашей помощью? Да. А иначе она обошлась бы тысяч... Иначе она могла стоить тысяч двести. Да, вполне легко. Ну, там все зависит от того, как правильно подобрать продукт, выбрать именно то, что нужно человеку, правильно распорядиться всякими инструментами экономии, такими, как, например, франшиза. Григорий, извините, пожалуйста, я согласен, это действительно важный момент, но именно поэтому я привлекаю специально обученного человека, потому что он знает, да, есть вот этого, а воспользуюсь вашей услугой. Ведь вы мне не расскажете, Олег, вот ты... На сайт все расскажет. Да. Конечно. Здесь, смотрите, пример такой, даже когда человек приходит в офис того же самого Инго Страха или к вашему агенту Оли, агент предлагает один полис. Инго Страх — самый дорогой пакет. Сразу. Я говорю, у Инго Страха есть десятки пакетов. На самом-то деле есть очень-очень хороший инструмент у Инго Страха, тут преимущество одной из компаний, есть страховка с франшизой со второго случая. То есть в первом случае компания полностью оплачивает, а со второго случая надо 10 тысяч докладывать от суммы убытка. Так вот этот полис стоит на 25% дешевле, чем тот полис. То есть если вы вместо 80 тысяч рублей купите этот полис за 60 тысяч рублей, первый раз они и так все оплачивают, второй раз вы платите 10 тысяч рублей, и если даже третий раз заплатите 10 тысяч рублей, это все равно остается выгодным. Пока еще. То есть вы можете целые три раза в течение года ударить машину, и все равно этот полис окупается. А тому, кто чаще, чем три раза попадает в ДТП, то я не рекомендую ездить за рулем. Потому что это опасно для жизни. Есть, конечно, случай. У меня сосед замечательный был, полковник МВД, которого на совести порядка 40 совершенных ДТП. Ужас какой. Он сменил все страховые компании по кругу, говорит, меня никто не принимает страховать. Меня никто не любит. Я говорю, слушай, ну совесть-то имею. Да, совесть имею, да. Он говорит, ну ничего, когда пять лет проходит, они забывают про меня и снова принимают на страхование. Забавно, забавно. Мы все время на девочек грешим, что вот девушка за рулем, это... Да, а тут вон полковники МВД. Это, кстати, зависит от чего вот такая... Ну, у него, на самом деле, судя по всему, просто он человек такой, он расслабленный такой вот. Вот просто вот, ну, смотришь на него, как питон такой, валяющийся на пляже. Вот, и, судя по всему, за рулем ездить. За рулем, так же, да. Да, то есть не обращая внимания там сторонам. То есть не гоняет, не лихачит, ничего. Просто вот, ну... Взял и повернул направо. Да, взял и случайно повернул направо. С левого ряда, да. Ну, так бывает. Это так. От чего зависит, здесь опять, в той же компании Инго Страх, есть такие скидки семейному человеку. А почему вы всегда об Инго Страхе говорите? Ну, Инго Страх очень хорошо конструктором строит свои полисы, да. И мне легче всего, например, Инго Страха показывать, ну, я могу назвать, что есть компания Ренессанс, Альянс Ростов. У них тоже это имеется. В Инго Страхе, если у человека семья, дают дополнительную скидку 5%. Почему? Если у человека есть дети, дают дополнительную скидку еще 5%. Потому что человек начинает о своей семье и детях думать. Я думаю, просто они о демографии таким образом заботятся. А вполне логично, конечно, конечно. Да, да, ну и понятно, что чем старше опытный водитель, да, тем дешевле обходится страховка. Ну, даже вот такие социальные группы можно развивать, потому что страховая компания понимает, что когда у тебя есть семья, когда ты женат, замужем, то ты уже начнешь ездить аккуратно. Другой уровень ответственности. Совершенно верно. Подумая о своих близких, да, как звучит социальная реклама. Согласен. Ну, собственно, к чему мы пришли, да, что если я непосредственно обращаюсь либо в страховую компанию, ну, мы сейчас сосредоточились пока на страховке автомобильной, либо к специально обученному человеку. Все-таки он предлагает мне, как правило, один какой-то... Ограниченный набор. Да, ну или один, или ограниченный набор, выгодный ему, я так понимаю, да, прежде всего. В большинстве случаев, да. А вы предлагаете более расширенно посмотреть на эти вещи, да, и здесь вы не претендуете... Не предвзяты. Да, не предвзяты. Мы, собственно, как раз нашим ключевым, скажем так, ну, мы называли это, может быть, конкурентным преимуществом, может быть, это просто какой-то идеологией нашей было, что мы должны быть обязательно неангажированными. Потому что, понятное дело, что мы, являясь, по сути, финансовым супермаркетом, наши услуги для наших клиентов, они бесплатны. Вот, деньги мы зарабатываем благодаря комиссиям, которые нам платят партнеры за то, что мы приводим к ним клиентов. Ангажировать в отношении партнеров, да, ты об этом сейчас говоришь? Да, 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 я говорю как раз про ангажированную сторону партнеров. Нам, в принципе, все равно, к какому партнеру привести клиент. Мы всем нашим партнерам честно говорим, ребята, мы всегда приведем клиента к тому, партнеру, который будет наиболее выгоден и интересен по условиям именно вот этому отдельно взятому клиенту. Вот, все в целом нас поддерживают в этом, никто не пытается нас каким-либо образом стимулировать для того, чтобы мы приводили клиента. Попытки-то были, я думаю, нет, не было. Вы знаете, как попытки на уровне, скажем так, качественного нормального бизнес-процесса, они были. То есть, например, там, наш какой-нибудь партнер страховой может нам в какой-то определенный момент времени предложить какую-нибудь спецакцию, например, там, для клиентов, у которых есть, там, Audi, там, не старше, там, двух лет. Мы можем предложить, например, скидку 20% на полисы, да. Понятное дело, что мы эту опцию тут же зашиваем в калькулятор, и наши клиенты, которые видят это спецпредложение, оно автоматически становится для них привлекательным. И, соответственно, мы, опять же, выполняем свою миссию. Мы даем клиенту хороший продукт, партнер тоже доволен, потому что он таким образом привлек новых клиентов. А что касается, скажем так, всех остальных аспектов, да, вот это, то довольный клиент для нас прежде всего, потому что это основа нашего бизнеса. Наш проект — это классическая B2C-схема, и, собственно, ради клиента мы и работаем. Это логично. — Кстати, заговорили о конкуренции, да, фраза, слово прозвучало. Григорий, есть с кем конкурировать вообще, или эта услуга настолько нова, что ли, да, в современной России? — Вы знаете, конкурировать есть с кем, но, скажем так, мы разделяем немножко понятие конкуренции там на прямую и опосредованную, да, конкуренцию. — То есть прямой, я так понимаю, все-таки нет конкуренции? — Вот прямой на 100% практически нет. У нас есть там конкуренты, которые конкурируют с нами там только в банковской отрасли. — Ну, примерно. — Да, есть конкуренты, которые там одновременно покрывают направление банковских и страховых услуг. Есть отдельные конкуренты, которые пытаются покрыть направление там тарифов сотовой связи. Но конкуренты, которые бы покрывал все направления одновременно, так как это делаем мы, такого пока на данный момент нет. То есть мы пока вот именно как агрегатор, мы такие на рынке единственные сейчас. Вот. Если говорить об опосредованной конкуренции, да, то по большому счету сами страховые компании тоже являются для нас конкурентами, да. Очень серьезными конкурентами для нас являются, например, автосалоны. Потому что человек, который там грезит о новой машине и попавший там в автосалон, тут же попадает в заботливые лапы. — Заботливые лапы. — Крепкие, заботливые. — Да, да. То есть я как бы сам на своей шкуре это не так давно испытал. — Я мимо проходил, и то я оказался в этих лапах, уверяю вас. Мимо проходил, мне не нужно было ничего. То есть красиво все делается совершенно, причем иногда применяются такие фантастические методы стимулирования там клиента. Вот один из очень крупных дилеров, не буду называть название, один из самых крупных российских дилеров, который продает там марку премиальную, очень премиальную, был у нас клиент. Был такой случай, который посчитал у нас на сайте Каска, заказал, вот, причем Каска стоила достаточно дорого, в районе 150 тысяч рублей. Вот в салоне ему предлагали, вот, ровно то же самое за 180 тысяч. Вот, а человеку нужно было на следующий день уезжать. Он согласился купить у нас, вызвал уже от нас выездного агента, который приехал к нему с полисом. И непосредственно в салоне вышел директор там конкретного автосалона, сказал, ну, вы знаете... — Григорий, вот мы сейчас, давай, заинтригуем слушателей, потому что время прерваться. У нас сейчас специальная рубрика «Вне времени». Мы сейчас слушаем, а потом продолжишь рассказ. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы общаемся на тему умного калькулятора. У меня в гостях Григорий Овсипян и Тимур Джуманиязов, основатели проекта «Маниматика». И еще раз, на всякий случай, я для вас, уважаемые слушатели, напомню, телефон студии. Телефон прямого эфира 651099.6, код города 495. Ну и есть у нас интернет-ресурс, сайт компании «Финам.ФМ». Ну да ладно, продолжим. Продолжим. Григорий, расскажи, чем дело закончилось? — Дело закончилось тем, что директор автосалона подошел к клиенту и ненавязчиво ему намекнул на то, что если он хочет уехать на машине сегодня, то каска стоит купить именно у них. Потому что в противном случае у него наверняка найдутся аргументы, как сделать так, чтобы на машине он уехал завтра. — А-а-а. — Вот. Соответственно, клиенту ничего не оставалось, как переплатить. — 30 тысяч рублей — 30 тысяч. Тысячу долларов практически, да? Для того, чтобы уехать на машине сегодня, потому что на следующий день он улетал и, к сожалению, не мог приехать за машиной на следующий день. Вот. И такие случаи случаются достаточно часто. Мы это называем грязными методами конкуренции. — Я тоже был заинтригован. Я же не знал, чем дело закончилось. Я вообще додумывал до себя, что вот этот директор вышел и сделал предложение клиенту, да, который не смог отказаться. Ну, в хорошем смысле слова. — Не, бывает такое. Даже наши друзья иногда, которые могут в какой-то момент позвонить, сказать, Гриша, извини, но мне там предложили поставить дополнительную музыку, еще и коврики в подарок, если я куплю у них каску. — Мы рекомендуем, если вас заманят подарками, которые стоимостью больше, чем скидка, которую получаете, соглашайтесь на парад. — Соглашайтесь, конечно. — Берите там дополнительные комплекты шин и еще чего-то. — А, кстати, смотрите, вот этот подарок, ведь он, может быть, не изначально был мне предложен, а после фразы моей. А вот я на Маниматика посчитал, и мне там на 30 тысяч рублей. — Вы знаете, если... — Тогда коврик тебе. — Если даже не собираетесь покупать на Маниматике, в автосалоне, скажите, покупаю там, чтобы дали подарок. Практически у всех автосалонов есть дополнительный бюджет на подарки. — Да, безусловно. — Это даже не бюджет, это просто непосредственно производитель, дистрибьютор. Он выделяет какую-то определенную квоту аксессуаров, подарочные, которые как раз в таких вот ситуациях, когда нужно чем-то дополнительно... То есть сделать, условно говоря, последнее решающее предложение, чтобы клиент согласился. Они этим пользуются, для них это бесплатно. А страховку продать, это им в KPI засчитывается, они, соответственно, на этом получают дополнительные деньги. А аксессуары для них бесплатные. — Смотрите, еще одну мы дополнительную пользу вашего ресурса нашли сейчас. Мы можем таким образом... — Так вот, я хотел бы плавно, на самом деле, перейти от темы страхования, раз уж мы там коснулись темы автосалонов, перейти... — Гриш, давай мы так перейдем чуть позже, поскольку у нас есть звонок, и пообщаемся со слушателем. — Да, конечно. — Владимир, добрый день, вы в эфире. Пожалуйста, говорите. — Здравствуйте. Я хотел посетовать на компанию «Инго Страх». Я случайно сейчас сел в машину, включил радио. — Посетовать мы не расслышали. Посетовать, да? — Посетовать, да. Но я не буду говорить жаловаться, ругаться, потому что это мне все предстоит. А посетовать, потому что, в принципе, во-первых, я с огромным уважением отношусь к авиастанции «Финам-ФМ». Мне кажется, это объективная очень передача, умная. Простите и поднимающее. О, сейчас милиция, чтобы меня только не тормознуло. Я что хочу сказать. У меня в семье три автомобиля, все застрахованы в «Инго Страхе». Я доверяю компании. Но у меня в октябре месяце случилось. У меня новую машину поправил кто-то на парковке. Потом у меня выскочил в другой машине еще один человек. И насчитали мне по расширенной страховке очень мизерную сумму по ремонту на одну машину. Но это не самое страшное. Мне отказали в страховом возмещении в абсолютно новой машине, ссылаясь на то, что у меня повреждена не одна деталь, а три. Я уже подключил серьезные службы, которые мне могли помочь в решении этого вопроса. И все равно до сих пор мне отказывают почему-то в возмещении ущерба. Мне это абсолютно непонятно. Я уже пребывал в офис центральной офис-компании, написал заявление, чтобы мне полностью вернули сумму страховки, которую я оплатил. Ну, так называемая «каска». Естественно, мне отказали и в этом. И вот до сих пор ВОЗ и ныне там, и ничего хорошего у меня не происходит. Машина стоит поцарапанная. В компенсации мне отказывают. И больше никаких объяснений. Хочу услышать что-нибудь вразумительное, потому что кроме расхваливаний компании «Инбострах», все-таки нарекания-то существуют. Очевидно, Владимир. Спасибо вам за вопрос, во-первых. Сейчас мои гости попытаются прокомментировать, но мы не расхваливали. У нас немножко другой подход. Просто мы ориентировались на некие тарифы, на некие услуги и говорили о преимуществах услуг моих сегодняшних госей. Но тем не менее. Я прокомментирую. Владимир, спасибо вам за вопрос. Я бы хотел сказать следующее, что у нас вообще в принципе в народе бытует мнение такое, что страховые компании, они все плохие, они все плохо платят, и у них главная задача как бы не заплатить. Конечно, да. То есть мы на самом деле здесь выдерживаем нейтралитет между страховыми компаниями и клиентами. Мы абсолютно четко понимаем, вот мы на своей практике в этом убедились, что 90% всех отказов в выплате, которые происходят клиентам, я сейчас говорю исключительно про нормальные компании, хорошие с именем брендовые, те, которые, ну условно там первая десятка страхового рынка России, 90% всех отказов происходит по вине самих пользователей. Вот я здесь, ну имейте в виду автовладельца. Вот я здесь услышал один такой, скажем так, пассаж, который меня немножко наводит на мнение того, почему Владимир получил отказ в выплате. Он сказал о том, что Инго Страх посчитал, что у него повреждена не одна деталь, а три детали, да. Поэтому я предполагаю, что скорее всего у Владимира в полисе была опция о выплате без справок из ГАИ, в которой стояла только одна деталь. Скорее всего, я предполагаю, да. А на самом деле было повреждено три. Он, думая, что у него на самом деле можно и три детали без справок, не вызвал сотрудника ДПС на место, не оформил правильно этот страховой случай. Я так понимаю, вот он сейчас. Да, скорее всего, да. Я почти уверен в этом. И именно по этой причине ему отказывают в выплате. Вот. На самом деле страховые компании сейчас научны горьким опытом. Они практически никогда не отказывают в выплате, если у них есть хоть малейшее сомнение в том, что клиент может обратиться в суд и выиграть. Скорее всего, выиграет, да? То есть если у них есть хоть подозрение, что 10% вероятности клиент выиграет этот суд, ему выплачивают. То есть не выплачивают только в тех случаях, когда они абсолютно очевидны, когда имеет место гарантированное невыполнение условий договора. А договор, правило страхования, по сути, это достаточно объемистый документ, страничек эдак на 15, который 99% людей не удосуживаются прочитать. А там есть такие совершенно любопытные пункты. Например, очень большое количество страховых компаний не отказывает компенсации, если автомобиль поврежден животным. Например, если у вас собака сильно обрадовалась, когда вы подъехали во двор и бросилась, и поцарапала вам дверь, то вам с большой долей вероятности откажут в выплате. Например. Подождите, а можно доказать, что это собака? Или просто я не буду на это заморачивать? Я сам скажу, мне собака поцарапала. Ну, скорее всего, вы скажете, что это была собака, а он скажет, упс, извините, да, но вот как бы собаку мы... Читай, да, 95-я страница, второй абзац сверху. Вот там у нас про это написано. Рид тот самый менуал, да, что называется. Я понял, я понял. Ну, я понял, спасибо огромное. Действительно, ну, выбор, в смысле, вывод-то какой? Ну, во-первых, надо читать договор, безусловно. Надо просто детально разобраться в этом случае, да, то есть если, там, Владимиру интересно, я готов лично его проконсультировать. Если он позвонит по нашему, там, номеру и спросит меня, я готов ему лично ответить на вопросы. Это благородно, это благородно. А, кстати, в этом случае, смотри, ну, вот опять, если комментировать, да, то тот эпизод, да? Инцидент. Инцидент, да, о котором говорил Владимир. Если бы он обратился не непосредственно за включение договора в компанию, да, а вашими услугами воспользовался, вот могла бы такая ситуация? Вы знаете, такая ситуация может случиться абсолютно с любым, если человек просто невнимателен, да, то есть вот, собственно, в чем у нас основной, почему вообще возник наш проект? Потому что у нас тотальная финансовая безграмотность населения, тотальнейшая совершенно. 200% согласны с тобой. Да, и, собственно, это является основной причиной того, что люди наживают проблемы абсолютно на ровном месте, да, то есть когда человек слышит слово франшиза, например, да, в страховании, он говорит, не-не-не, мне этого не надо, это страшно, хотя на самом деле это прекрасный совершенно инструмент, мы всем его рекомендуем. Ну, я не знаю, слово-то какое-то неприятное, не на ровно. Да, слово неприятное, но, в общем, по факту, это штука, которая позволяет сэкономить три раза. Три раза на одном полисе, по сути, да, то есть я сейчас детализировать это не буду, но суть такая. Вот, ну, собственно, дальше обратно, вот я попробую все-таки вернуться к той теме, с чего мы начинали, да, то есть с автосалона, да, мы говорили о страховании все это время, да, но у нас есть еще одна огромная совершенно тема, да, это тема банковских услуг, вот, и она на самом деле ничуть не менее сложна, чем страховая тема, да, хотя казалось бы, да, что такое, пришел в банк, написал заявление, тебе дали кредит, и все, свободен, получил денежки, иди гуляй, да. Трать. Да, трать на здоровье на самом деле, да. По факту получается все не так. Причем, что самое интересное, самая сложная тема во всем этом деле, это автострахование. То есть если там потреб кредит еще каким-то боком хотя бы, он более-менее там прогнозируем, прозрачен там и так далее, да, то в страховании есть такое количество, то есть в автокредитовании такое количество подводных камней, которые там, вот там договор нужно читать просто там до последней точки. То есть вот это правило пресловутой звездочки злосчастной, да, под которой скрываются там мелким шрифтом, да, то есть у нас, что называется, у нас прям проект антизвездочка, да, то есть мы все эти звездочки выводим на чистую воду, да, и нашим партнерам банка мы об этом честно говорим. Мы говорим, ребята, вы никогда не сможете скрыть от нас ни одну комиссию, и, собственно, ничего скрыть от клиента, мы ему все равно покажем это в чистом виде. Ну, например, у нас есть один банк-партнер, тоже не будут называть имя, вот, они сняли все комиссии при выдаче автокредита. На самом деле они сняли, комиссию снять-то сняли, но хитро завуалировали комиссию под повышенный процент в первый месяц пользования автокредитом. То есть так он стоит 15% в месяц, а когда ты начинаешь им пользоваться в первый месяц, это 30%. А там написано в договоре, что повышен? Да, 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 конечно, написано, все прекрасно написано, но мелким шрифтом, как полагается, там все такое, да, поэтому по факту искомый 1% комиссии, они зашивают вот в повышенную комиссию. Смотри, я, тем не менее, прочел, я внимательно стараюсь с такими вещами, и там написано повышенный процент в первый месяц. Нет, там не так написано, там написано, конечно же, по-другому. Говорят, что процент по кредиту 15 месяцев, там и сносочка стоит, там в первый месяц пользования кредитом, процентная ставка составляет 30%. Все оставшиеся там обратно по шикарным 15%. До этого люди не доходят. Вот едешь ты за рулем в метро, видишь красивые 15%. Да, да. По телевизору, если заметили, показывают банковскую рекламу, их же обязали потом писать все. А потом, в самом конце ролика, буквально на полсекунды, такой полный экран текста. Попробуй его разглядеть. Никто не будет туда вчитываться, да. И как раз таки... Это физически невозможно. Да, да. Мы себе задачу поставили, все эти сноски оцифровываются. Мы поставили себе задачу посчитать реальную стоимость этого кредита для конкретного клиента. Да, и каждая звездочка, которая там есть, в определенной доле процентов превращается. И мы показываем в наших расчетах номинальную ставку, которую банк называет. Да. И реальная ставка, с учетом капитализации всего-всего, во что это обойдется клиенту и ежемесячным платежам. То есть мы фактически гарантируем клиенту, что он увидел сделать расчет тот кредитный договор, тот график платежей, который он получит в банке. Но когда ты приходишь в банк, уже нацелился на эти деньги, ты хочешь быстрее выйти и потратить его на свой автомобиль, они тебе в последний момент подсовывают бумажку, вот подпиши, пожалуйста, и ты уже не будешь реагировать на это, не будешь обращать внимания, потому что ты хочешь быстрее купить свою машину. Я уже и так им благодарен за то, что процесс там как быстро все. Давай, что там еще хорошо? Ну да, с ипотекой на самом деле ровно такая же история. Не так давно наш финансовый директор брала ипотечный кредит. Вот в день подписания договора выяснилось, что необходимо заплатить 80 тысяч рублей комиссии за выдачу. Там была очень красивая комиссия, то есть о ней говорят. Тимур, прерву, опять небольшая интрига, у нас сейчас пауза. Алексей, на линии дождитесь нас. Сейчас новости на Финам.фм, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. И чтобы не томить нашего слушателя, так ему огромное спасибо. Сразу же давайте мы с ним пообщаемся. Алексей, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день. Добрый день. Хотелось бы принять раз по такому вопросу. Я занимаюсь такси и такой проблемой, что каска и такси страховой просто практически несовместимы. Многие компании просто отказывают. И вот что делать? По САГО еще можно найти, а по каске такси не получается никак. Кому можно, где кого как найти, и с кем пообщаться на эту тему. Спасибо, Алексей. Спасибо за вопрос. Я, наверное, опять же отвечу тоже. У нас сегодня, да, вопрос? Я отвечаю на вопрос. Вокруг каска называется. На самом деле, что касается такси, здесь тема действительно очень сложная. Мы неоднократно пытались ее каким-то образом разрешить. А в чем проблема? Проблема заключается в следующем. То есть проблем на самом деле сразу две. Потому что, во-первых, такси тоже бывают двух типов. Первое — это частные такси. Второе — это таксопарки. В случае, если это частное такси, которое занимается извозом, то все страховые компании, ну, большинство, по крайней мере, они либо запрещают страховать транспорт, который используется в коммерческих целях, либо вворачивают туда очень сильный повышающий коэффициент. И в этом случае, там, условно, там, Deo Nexia, которая там обычно в страховке стоит 20 тысяч, эта страховка превращается в 60 тысяч рублей при стоимости самой машины тысячи человек в 300. Вызвано это тем, что гигантские совершенно пробеги, непонятно какое отношение к автомобилю, уставшие водители, замученные московскими пробками и так далее. Поэтому страховые компании просто не хотят... Нервные клиенты, нервные клиенты. Нервные клиенты, они просто не хотят брать на себя эти риски. Вторая тема — это таксопарки. С таксопарками, казалось бы, если это там цивилизованный таксопарк, который соблюдает ГЗОТ, у которого там неуставший водитель, имеющий нормальные права, и которые там имеют там Wi-Fi в машине и оплату карточками, да, это все, конечно, хорошо, но страховка КАСКО в этом случае не выгодна самому таксопарку. Поясню почему. Потому что, на самом деле, если это крупный таксопарк, обычно он имеет либо свой сервис, либо имеется какой-то сервис на условиях договоренности, который занимается тем, что лечит все корпоративные автомобили. В конечном итоге таксопарк сам себе становится страховщиком и просто понимает, что ему дешевле самому ремонтировать эти автомобили с существенной скидкой в сервисе, который они обеспечивают достаточно большой загрузкой, нежели страховать КАСКО по повышенным тарифам. Поэтому просто это становится невыгодно. В данном случае, что касается вопроса Алексея, то здесь, к сожалению, наверное, единственный выход — это попробовать обратиться в компанию условно из разряда «ноунейм», что называется. — Не из первой десятки. — Да, далеко не из первой десятки. Они, скорее всего, примут его на страхование. Но, опять же, я бы не рекомендовал этим заниматься, потому что велики шансы, что обязательно найдется какая-нибудь причина, по которой Алексей будет сам виноват в чем-нибудь и выплаты не получит. Просто ездить аккуратнее и зарабатывать столько денег, чтобы покрывать возможные расходы. Спасибо тебе, Григорий. Тимур, ну и твой интересный рассказ. — Да, вот история про ипотеку. Реклама гласила, ставки снижены, акция, ипотека — 11%, по-моему, там было в рублях. Ну, человек идет, заявление пишет там. — Одобряют за деньги. — Одобряют. Идет на подпись, документы все. И у него менеджер спрашивает, а вот 93 тысяч сейчас кассу будете платить? Она говорит, я не понимаю, какие 90 тысяч. А там же на сайте написано, вот у нас акция идет сейчас ставки ниже, участие в акции ставки ниже стоит 2% от стоимости кредита. Заплатите сначала деньги, потом мы вам выдадим. То есть получая кредит, ты сразу что-то отдаешь. И, к сожалению, очень-очень много всякого разного сейчас банки придумывают. — А чем закончилась ваша-то история конкретно с вашей коллегой? — Заплатила, получила. — Заплатила, получила, потому что квартира, договор ждет, уже семья ожидает переезда в новую квартиру. Что делать? То есть она уже в безвыкновенной ситуации. — Да. — По сути, да. И такое, на самом деле, сплошь и рядом. И мы, собственно, как раз выводим, что называется, банки на чистую воду и даем там абсолютно... — Это очевидно. — Да, потому что, на самом деле, разрыв между номинальной ставкой и эффективной может достигать совершенно фантастических пределов. Например, был у нас один банк, по которому мы считали тоже ставки, мы его исключили из списка своих расчетов, у которого номинальная ставка была что-то в районе автокредита 14%, а эффективная приближалась к 40%. — Там, там. — То есть там зашитые туда каски, которые покупаются сразу на три года вперед у определенной компании под определенными условиями там и т.д. и т.п. В общем, там ставка взлетала просто до небес. Хотя, то есть, вот с виду шоколаднейшее совершенно предложение, да. И, собственно, такая же картина, например, на рынке кредитных карт. То есть вот везде рекламируется кредитная карта, там всего 22% годовых, все прекрасно. На самом деле, когда начинаешь копаться, понятное дело, что тут очень сильно зависит все от профиля пользователя. То есть если профиль аккуратен, то есть пользователь аккуратен, он постоянно в льготный период укладывается и погашает задолженность по кредитной карте, то он по большому счету платит искомые 900 рублей в год за обслуживание этой карты. Да, и все. Если, скажем так, профиль пользователя такой хаотично-беспорядочный, то в этом случае эффективная ставка за пользование кредитной карты может достигать 80% в год, например. С учетом всех возможных, опять же, комиссий, потому что банки, что касается кредитных карт, там же все хитро, там есть карточка, и человек там, ну, получил смс, там списали очередные 60 рублей за смс-информирование. Будешь считать, да? Проверять. Будешь считать 60 рублей, да? Или там не уложился льготный период, там тебе еще процентик, там вернули процентик, в результате начинаешь все это дело сравнивать и считать, получается, что там эффективная ставка, например, до 80%. здесь мне нравится сама фраза льготный период. Банки сейчас называют 50 дней, 55 дней, 60 дней. И это тоже не так. Чем льготный период хорош для банка? Тем, что они говорят 60 дней процентов нет. но на 61-й день они возьмут за все 61 день. Да ты что? Да, именно так. А расчет на человеческую психологию, что ну осталось еще 5 дней, я заплачу, и вдруг как-нибудь он упустит и за один раз заплатит за все 60 дней процент и сам удивится, откуда такие деньги пришли. Там еще штраф там за просрочку платежа и так далее. вот этих набирается столько, что банк сам себе в обиду не даст. Страшные дела. Здесь примеры другие есть, например, недавно я видел рекламу ипотека 1 процент. Ну не бывает ипотеки 1 процент. В России это точно. Да, но вчитываемся. Очередной банк рекламирует первый год пользования ипотекой 1 процент, а со второго по 20 16 процентов. Ну рекламирует 1 процент, ну потому что 1 процент. Подождите, ну это вот вот это как, ну ладно, даже не морально-этическая точка зрения, а с точки зрения юридическая, ну это там введение в заблуждение, я не знаю, какие-то вещи, уголовно-наказуемые должны быть. Есть в России такая замечательная поговорка, строгость российских законов нивелируется необязательностью их исполнения, потому что они так устроены, что лазейку найти всегда можно. на самом-то деле, да, Центробанк сейчас достаточно много правильных вещей делает в направлении регулирования рынка, да, то есть совсем недавно вот указ был, чтобы ставки по потреб-кредитам не превышали 30 процентов, и мы реально увидели за последние три месяца ставки очень сильно снизились, то есть если потреб-кредитах буквально полгода назад ставки 70-80 процентов были обычным делом, то сейчас они резко начали снижаться, так что государство делает несколько правильных шагов в этом направлении, хотя кажется удивительно, да, что что-то работает, но что-то работает, так что это положительно. Есть другой пример, когда по депозитам есть ограничение, ставка по депозиту не может быть выше, чем определенное процентное количество пунктов от средней по топовым банкам, и здесь банки, что банки придумывают, как обойти это условие, то есть банк показывает, например, приходите, вклады 15 процентов, а вклады 15 процентов, этот человек должен положить вклад на один год, первые три месяца 15 процентов, потом 5 процентов, потом 1 процент, и на круг получилось то, что... на круг получилось, они соответствуют указанию Центробанка, рекламируют 15, потому что надо привлекать людей, опять Григорий говорил, финансовая грамотность очень низкая, да, совет очень простой, не верьте, особенно не верьте тем цифрам, которые крупным шрифтом нарисованы, да, потому что найдется, как бы банк не говорил, что у них нету никаких комиссий, ничего другого, не верьте, проверяйте, да, и именно из-за этого и мы занялись этим проектом, чтобы показать людям, посчитать реальную стоимость их кредитов, каска, что туда включено, не включено, поэтому мы существуем. И на самом деле, да, я еще запомню, что вот эта вот информация о том, как банки умудряются зашивать красиво там всякие скрытые проценты комиссии, мне кажется, что они научились этому сотовых операторов, вот, потому что это тоже совершенно, совершеннейшая кормушка, сотовые операторы тоже совершенно замечательно умеют как бы запрятать и изобрести такие тарифы, да, в которых там пользователь вроде как абсолютно на халяву получает какие-то там плюшки, да, а спустя два месяца начинает звонить и удивляться, почему у него со счета деньги исчезают, да, вот, мы на самом деле эту работу тоже проделали, то есть мы, у нас на сайте есть там совершенно замечательный не имеющий аналогов, вот не повываясь этого слова, там в России, по крайней мере, калькулятор, который позволяет вам практически там с 95-процентной точностью посчитать реально во что будет обходиться вам этот тариф за месяц при вашем профиле разговоров, вот, то есть он не требует детализации, скачивания детализации там с сайта, там звонков оператора и так далее, просто вводите свои первоначальные параметры, наша практика показывает, что практически все пользователи, которые посчитали свой текущий тариф, они нашли, они нашли тариф, который был бы на 40% выгоднее, на 40, да, то есть вдумайтесь в эту цифру, если вы платите в месяц там, не знаю, тысячу рублей за сотовую связь, то вы совершенно спокойно можете получать все то же самое, может быть, даже больше за 600 рублей, у нас просто, мы как-то даже опрос провели на фейсбуке в нашей группе, вот, кстати, присоединяйтесь всех, приглашаем, мы много всего интересного там пишем, провели опрос, в котором спросили у людей, знают ли они, какой у них тариф, вот, ответы нас поражали, просто, во-первых, часть людей просто не знала, что такое тариф, да, говорят, у меня мегафон, что такое тариф, у меня тариф называется МТС, тариф называется там МТС, да, те, кто знали, зачастую не меняли свой тариф последние пять лет, да, а за пять лет там тарифы обновляются, линейки там раз в полгода примерно операторов, сейчас даже иногда раз в месяц, раз в два месяца обновляются, да, и очень многое меняется. Главное в целом связь дешевеет, выгодно обновлять свой тариф раз в полгода, раз в год как минимум. Ну, смотрите, если я, опять-таки, подумал о том, что если такие даже ответы, да, люди себе позволяют, что, видимо, сотовая связь настолько уже вот внутри жизни, что ты просто о ней не думаешь. У нас количество сотовых абонентов превышает количество людей в России, да, это просто к слову о том, что любой обладатель сотового телефона это наш потенциальный посетитель. Да, да, да. Так, друзья мои, ну, как бы ни было интересно, очень интересно, мне, по крайней мере, время заканчивается. Давайте, у нас осталось еще 30 секунд. Тимур, Григорий, там пару слов давайте нашим слушателям уже, так сказать, под занавес. Я просто хотел бы пожелать нашим пользователям, нашим слушателям побольше внимания обращать на личные финансы, да, потому что на самом деле, когда начинаешь во всем этом деле копаться, ты просто с удивлением обнаруживаешь, что зарыто совершенно бесчисленное количество денег в песок, которые можно было сэкономить и потратить на развлечение, на детей, на обучение, на что-то иное. Вот, собственно, поэтому мы стараемся помочь. Слава Богу. Спасибо огромное. Григорий Овсипян, Тимур Джуманиязов, основатели проекта Маниматика, сегодня были в студии бизнес-класса. Уважаемые гости, вам спасибо, что нашли время посетить нас. Уважаемые слушатели, для вас также благодарны. Спасибо за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания. Продолжение следует...